Привет, я Алина, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я сегодня в молочно-белых оттенках. Вот, пока на скутере ехала, чтобы не простудиться. Приехала к метро, и мне сейчас нужно будет поехать по делам в шоппинг-молл. Можете посмотреть, какое голубое небо сейчас, очень солнечно. Этим мне нравится Тайвань, в отличие от Китая, что здесь не такое сильное загрязнение. Я приехала на метро, сейчас жду трамвая. Здесь такая очень интересная остановка. Рамвай ходит раз в 15 минут, и я как раз пришла, когда он ушел. Люди ко мне подсели. В общем, в шоппинг-молле мне нужно докупить вещи для посылки, которые я хочу отправить маме. Ну и просто посмотрю, что там нового, интересного. Возможно, я себе что-то тоже куплю, но особых никаких планов нет. Здесь Лас-Вегас Муд. Это они к Новому году начинают уже делать декорации. Красиво. Блестят на солнце очень круто. Эти блестыньки. Вот они просто так прикреплены. Кажется, как будто это просто экран мигает, но это блестки. В будний день придешь, вообще никого нет. Но я сегодня намылилась. В воскресенье. Конечно, я об этом еще пожалею не раз. Я сейчас хочу зайти в поле Лулу. Я недавно делала обзор этого магазина на своем канале. Если вам интересно, я оставлю ссылку в описании. Вот это высокая мода. Такой огромный. Как жакет и как пальто. То есть он из плотной ткани. Такая куртка под кожу стоит 2 500. Обалденно сидит. Здесь хорошая фурнитура. Вообще очень популярна сейчас. Кожаные куртки. Но не знаю, подходит ли мне по стилю. Пальто 3000 рублей. Оно интересное, но очень такое оверсайзное. Я не очень привыкла к таким вещам. Хотя безумно стильно. Вот так как-нибудь. Вот эту юбку я бы однозначно купила. Она мне очень нравится. Вот по стилю как бы на холодное время года идеально. Но в талии я бы, конечно, купила ее, если бы она была как-то вот так. Просто она с меня вот тут вот сваливается. Это неудобно. Красивый очень сарафан. Его можно классно стилизовать. Но он должен вот так вот сидеть в области груди. Он на мне болтается. Зато юбка впритык. То есть, видите, нет у них такого, чтобы вот здесь было поменьше, бедра побольше. У них таких фигур нет. Поэтому вот такой пасон на меня не подходит. Знаете, оно просто офигенно сидит. Вот именно подчеркивает грудь из-за того, что оно здесь затягивается. И талию. И юбочка как бы скрывает бедра. И получается такой силуэт. Можно еще рукава заколоть. Я не закалывала. Класс. Правда, немного странноватая расцветка. Для 26 лет. Ничего мне в этот раз не приглянулось. Никакой одежды я не купила. Хотя обычно покупаю сразу несколько разных вещей. Потому что у них завоз каждую неделю. Мне все очень нравится. Вот. Но ничего. Сейчас пойду покушаю. Я уже начинаю жалеть, что я пришла в воскресенье. Господи. Помилуй. Сейчас в каждом ресторане нужно ждать в очереди. Потому что много людей вон там номера высвечиваются. Либо можно купить что-то на вынос. И покушать в общей зоне вон там дальше. Как я всегда и делаю. Очень много людей. Внутрь я не пойду. Я решила заказать себе сет. Потому что там боксы. Мне уже не нравится их меню. Я сама выберу, что я хочу. В общем, я решила вот такой вот взять сет под номером 1. Еще суша с осьминогом. Много сребьей икрой и салат из водорослей. Вот такой. Вот я здесь везде поставила галочки. Я еле нашла место, чтобы съесть. За эти суши отдала 440 рублей. Как вам такие цены? Суши и салат из морской капусты. Мой любимый. Чука, да, вроде называется. В общем, приятного аппетита. Здесь просто множество людей везде. Я кружила, кружила. И, наконец, нашла место, присела. Здесь какие-то инсталляции всегда новые. Тут уже не так много людей. Ой, губы синие. Все люди на минус первом этаже кушают. Потому что сейчас 6 часов. Время еды у тайваньцев. Здесь марка моего скутера Peugeot. Называется J-Boo-Boo. Моя модель. Это уже такие более мужские. Тут у них какая-то акция при покупке шлема. Второй в подарок. Вот такой вот красный. У меня такой же цвет Tiffany. Он так и назывался. Цвет Tiffany голубой. Вот такая же модель. Вот такая же модель. Вот посередине с серебристым вот таким вот рисунком. Это новые модели. Без вот этого вот серебряного. Это прошлогодние. В H&M акция. Один тайваньский доллар и еще одна единица одежды. Бесплатно. Ничего себе. С самого входа мне прям нравится. Приятный свитер на ощупь. Такие бусинки. На манекене красивое платье. Но блин, лифчик будет просвечиваться. Вот здесь вот для большой груди. Вообще не модель. В H&M всегда новогодние сережки продаются. Очень красивые. Мне вот такие понравились. Я не знаю, как они будут смотреться. Много всего. И елочка, и снежинка. И новогоднее украшение. У меня туннели. И поэтому для ушей многие не подходят. Например, вот такие вот гвоздики. Мне никак не надеть. Но хотя мне они нравятся. У меня вот такие вот. Такие очень быстро почернели. И вот такие у меня тоже. Сейчас нам не... Срешила взять вот такие простого дизайна подо все. Сережки, смотрите, нашла. И в Сен-Лоран для бедных. Может взять для дома такое новое платьишко. Тысяча рублей. Шанелька. Вот как я буду Новый год встречать. Я же решила в блеске. Я только сейчас задумалась, как красиво будет 2020 год. 2020. Я все-таки решила взять это платье. Для дома красивое. С Микки Маусом. И сережки. Я сейчас в Миннесо зашла. У них новые игрушки. Такие собачки. Мне так нравятся. Маленькие. Вот. Я всегда себе игрушки в Миннесо покупала, когда жила в Китае. Как бы, ну, я их до сих пор с собой храню. Я их привезла на Тайвань. У них всегда офигенские игрушки. Облачки. Вообще, это коллекция с Марвелом. Кому нравится, тому нравится. Я просто не очень люблю, поэтому не очень понимаю. Я зашла сейчас в спортивный магазин обуви. Называется он ABC. Здесь у Пумы новая коллекция с Hello Kitty. Я бы такие поносила. На Тайване дико популярна фила. Очень многие носят. Я тоже думала себе купить. Стоит 5000 на рубли. Но, блин, вообще все в них. Хочется что-то оригинальное. Либо когда какая-нибудь новая интересная модель появится. А вот это уже мужские. Пума. Я пришла в косметический магазин. У меня есть купоны. Они нам еще в универе давались. Но я их не потратила на рубли. Где-то на 800 рублей получается. Поэтому я сейчас себе что-нибудь прикуплю в косметическом магазине. Вот такое зеркало. Я бы себе очень домой хотела. На косметический столик. Это очень красиво смотрится. Как будто какое-то шоу. Гримерка. Для шоу. Театр или какой-нибудь мюзикл. Европейские бренды у нас тоже представлены. Наравне с азиатскими. Такая штучка мне очень нравится. Это печать. Как бы блаша. В форме печатки. Румяна. Вот. Вот сюда их нужно макать. Я одной рукой это не могу показать. Очень оригинально. Кисточки в форме таких розочек. Как бутоны. Большие тоже есть в наборе. Не знаю, как видно на камеру. Интересно. Подарочные такие. Большой выбор линз. С разными диоптриями. С разными цветами. Можно вот себе выбрать. На каждый глаз. Я предпочитаю себе линзы покупать в магазинах для линз. Я ношу линзы. Каждый день цветные. Кто не заметил. Это уже здесь вся уходка. О, это тоже очередь. В каждом магазине очередь. Сейчас на Тайване просто бум-тапиоки. И даже пицца, пицца-хат делает с баблсами. Вот так. Но говорят, это адски невкусно. И я бы сама это не пробовала. Я сейчас зашла в продуктовый, но там ничего не снимала, потому что бегу домой уже полдесятого. Демка, он будет волноваться, потому что мне ехать на другой конец города еще. И вам уже сниму все из дома. Такая красота здесь на улице происходит. Ой, сделали как будто вертолетная площадка. Не знаю, видно вам? Прикольно. Уже все украшено к Новому году. Это самый большой шопинг-мол в нашем городе. Я, наверное, камера трясется, потому что у меня много сумок, и я иду немножко шатаюсь. А это остров-сокровищ будет. Красиво пока. Treasure Island. Ну да. Угадала. Корабль. Вот там работники стоят. Утверждают что-то. И пальмы. Вот так оно будет смотреться со стороны. А вот в той части вулкан, он извергает из себя что-то. Если видно, немножко клубни пара. И здесь красиво очень. Можно гулять, фотографироваться. А там еще не подсветили, еще не сделали. Я уже приехала домой. Сейчас сколько времени? 23, если видно. Вот, совсем недавно пришла, еще не переодевалась, ничего. Не ужинала, кстати. Купила еду. Покупки я вам все сейчас покажу. Сначала хочу пройтись по теме этого видео. Хочу рассказать, каково ощущать себя иностранкой на Тайване. Если у вас внешность европейская, вы живете в Азии, либо путешествовали по Азии, вы знаете, какое к вам будет отношение. То есть, в глазах большинства людей вы всегда будете иностранцем. Не важно, сколько вы здесь живете. Не важно, как хорошо вы знаете китайский. Не важно, как хорошо вам кажется, вы уже влились в эту культуру, в эту среду. У вас уже появляются тайваньские привычки, вы уже привыкли к еде, уже более-менее принимаете какие-то традиции и знаете язык на хорошем уровне. В общем, вам кажется, вы уже интегрировались, вы сами-то можете пойти в какие-то учреждения, в больницу, вы уже чувствуете себя полноценным человеком. Но другие люди могут так не думать. Меня, если честно, немножко расстраивает иногда такой факт, что я говорю на китайском, а в ответ слышу английский язык. Я опять говорю на китайском и опять получаю в ответ английский. И, блин, я думаю, неужели людям сложно иногда попробовать со мной говорить на китайском, если они не уверены, понимаю ли я китайский или не понимаю, почему бы вначале что-то не сказать и не посмотреть на мою реакцию. Я же тут живу, у меня не написано на лбу, что я иностранец или что. Или спрашивают, а ты приехала на Тайвань путешествовать? Ну и такое отношение соответственное. И я понимаю, конечно, да, что, ну если я бы в России, хотя нет, если бы я в России там увидела китайца или афроамериканца, кого угодно, я бы не подумала, что эти люди там поучились, поработали и уедут. Я бы подумала, что, блин, я бы, скорее всего, обратилась бы к ним на русском языке, черт возьми, да. Но Тайвань, как и Китай, это, как и Япония, Корея, это мультинациональные страны, у меня уже рука болит держать камеру, и население в основном, как бы, одной этнической группой, можно сказать. И вы выделяетесь, и вы будете выделяться. И недавно, вот, ну не недавно, а вчера, у меня мужчина спросил, а у тебя есть права, то есть, увидев иностранку на скутере, он просто, ну, спросил, ну, мужчина просто с улицы, он там стоял на парковке. Вчерашний влог я снимала, когда выезжала из парка, и мне не было обидно, я это уже, ну, не воспринимаю, вот, как-то на свой счет. Я понимаю, что они это спрашивают из интереса, это не какие-то личные вопросы, что придирка к тебе, потому что ты иностранец. Нет, я понимаю, что он чисто из интереса спросил, типа, о, иностранка, неужели у нее есть права? Я спросила, ну, как бы, с языка вырвалась, у тебя есть права. Но, блин, если я тут живу уже больше двух лет, почему бы у меня не быть правом, да? Или когда люди удивляются, вау, у тебя такой хороший китайский. Я учу его больше двух лет, почему он у меня должен быть плохой? То есть, иногда хочется, конечно, более такого понимания отношения, принятия, когда я пытаюсь заговорить там с кассиром, с продавцом что-то сказать на китайском, и мне отвечают на английском. Это, как минимум, непрофессионально, но я стараюсь, ой, опять рука устала, я стараюсь не обращать на это внимание, я стараюсь там улыбаться, продолжать огнуть свою линию. И что-то мне что-то зарядка садится, а сейчас поменяю батарейку на камере. Продолжать буду говорить на китайском, продолжать буду чувствовать себя здесь не как иностранцем, а как местным жителем, потому что, блин, последнее время я живу здесь, в Азии, и, ну, не то чтобы у меня Азия стала роднее, чем Россия, но я уже настолько к этому привыкла, что менталитет даже в некоторых моментах мне сейчас даже более близок, чем менталитет русских. Когда я приезжаю в Россию, мне какие-то моменты не очень понятны, какие-то моменты кажутся чужими, но об этом стоит отдельное видео записать, наверное, и на меня выльется ведро негатива. Может, и не буду об этом снимать, но, блин, просто вот некоторые моменты иногда очень странны для меня. Причем в Китае могло быть спокойно такое, что человек мог подойти с телефоном и тебя сфотографировать, подойти очень близко к твоему лицу. На Тайване такого со мной ни разу не было. Люди более культурные, они могут смотреть, ну, особенно старшее поколение и очень маленькие дети, они могут смотреть на тебя в упор, даже, ну, не замечая, что, ну, это не очень культурно. Но такое все равно редко бывает, все равно, ну, иностранцы здесь есть, но у меня было такое, что дети тайваньские просто пальцами в меня тыкали и говорили, иностранка, иностранка, мама, смотри, иностранка. И родители вообще ничего не говорили, никак не реагировали, и там просто водили детей, не изменялись ни передо мной, как бы, ну, это просто, ну, некорректно, как мне кажется, и не объясняли своим детям, что, ну, нельзя там на человека показывать пальцем хотя бы, или там кричали, мама, смотри, американка. И мне даже нечего было сказать, потому что я себя чувствовала как-то очень странно от этого, да, как будто я в зоопарке. Я понимаю, что, ну, это дети, это такая реакция, может быть, но реакция детей, это все исходит от родителей, правильно же? Что как родители учат, так ребенок себя ведет, если родители не говорят, блин, так нельзя говорить, ты чего говоришь, иностранка, это человек, это просто вот человек, почему ты говоришь, иностранка, ну, не акцентируешь, что, ну, нельзя кричать там на весь магазин или на всю улицу, и ребенок думает, что это нормально. И, ну, такие моменты мне иногда было очень стремновато, но, слава богу, таких моментов было немного. Я просто уже чувствую себя уверенно, я уверенно куда-то захожу, я уверенно общаюсь, я себя вот так позиционирую, не просто как турист, а, извините, подскажите, а люди уже понимают, что у меня есть карточка этого магазина, или там я знаю ассортимент, или я прихожу в какое-то пафе, я уже знаю их меню, сразу говорю, что я хочу, люди понимают, что я не турист, либо в моем районе уже многие меня знают, потому что, ну, я тут давно живу в сфере услуг, меня все знают, со мной здороваются, но когда я куда-то еду, где меня не знают, реально большинство людей относятся ко мне как к иностранке, они думают, что я не понимаю китайский, и, да, очень часто, когда со мной говорят на английском, и это мне непонятно, потому что они думают, что я американка, да, а вдруг, например, я не знаю английского, может же такое быть, человек не знает английского, тогда это вдвойне будет неприятно, ну, в общем, это такие мои мысли по поводу того, что белый человек, как европейская внешность в Азии, не позволит вам никогда влиться в общество, и всегда будет приковывать взгляды людей так или иначе к вам, потому что в толпе на вас будут смотреть так или иначе люди, они будут вас видеть, ой, иностранка, да, они не будут пялиться, но вас всегда заметят, вы будете в центре внимания, поэтому я знаю, что для многих людей вообще, в принципе, неприемлема жизнь в Азии, потому что им не хочется выделяться, быть в толпе таким пятном, блинолицем, светловолосым, светлоглазым, да, и многие хотят вот именно поэтому переехать куда-то в Европу, в Америку, но Азию рассматривают как другой мир, и никогда даже не задумывались о переезде сюда. В любом случае, у всех своя жизнь, у всех свои цели, и я очень рада, что я живу здесь, мне нравится просто момент того, что живя в Азии, вы никогда не будете ассоциироваться у местного населения, как человек, который вот живет в этом обществе уже давно, вы всегда будете казаться, как будто вы только вчера приехали иностранцам. Покажу вам свои покупки, вначале покажу еду, потому что я сегодня еще не ужинала, взяла в пекарне возле дома вот такие сэндвичи с курицей, сейчас буду на ночь кушать, и булочку мы с Димфогом поделим, она рождественская серия, там какой-то белый очень вкусный крем и шоколад, вот. И вот такие вот от Мил, мини-бар, штучки из овсянки, они по вкусу как сгущенка, как будто с хрустяшками, очень вкусные, обожаю, но не везде они продаются, поэтому я вот увидела в иностранном магазине и сразу купила. Вот, кстати, сейчас снимаю на большую камеру, потому что экшн-камера, вот она моя маленькая, она плохо фокусирует. Далее я заходила в Мини-соу, купила коньяку-спонжик для умывания, им очень хорошо умываться, как бы, когда вы не используете скраб, вы пользуетесь пенкой, и вот так вот он очень нежно, как бы, в воде его размачиваете, и очень нежно, ну, не то чтобы массируете лицо, проводите по лицу, и загрязнения все очень хорошо, она отшелушивает, такое бережное скрабирование, можно сказать. Вот в форме сердечко новое я увидела, в Мини-соу сразу взяла, сколько оно стоит, 59, а, еще не показала, это я еще голубику купила, тоже в иностранном магазине, за две отдала вроде 240 на рубли, я не знаю, сколько здесь грамм, мы сейчас покушаем. Далее в Мини-соу я купила вот такой спонж, кстати, если вам нужны спонжи для макияжа, берите в Мини-соу, они дешевые, 200 рублей на рубли, вот такой очень хороший, другие не берите, другие они просто пожирают биби-крем, пожирают все, все основы, любую тоналку, вот такой вот в Мини-соу в форме бриллиантика, он очень хорошо отдает обратно биби-крем, он его не пожирает, им очень хорошо пользоваться, даже я его не смачиваю, а просто на сухую даже хорошо наносится, вообще вот идеально, я вот всегда теперь такие беру, как их распробовала, дальше я в Мини-соу тоже купила вот такие вот бритвы, о себе и Демфонгу, они тоже дешевые такие, 200 рублей за две штуки, они хорошие. Так, я это буду откладывать, далее тоже в Мини-соу решила попробовать чиститель для спонжиков и кистей, потому что он очень дешевый, просто 120 рублей за такую большую бутылочку попробую, если хорошую буду брать. Далее нам нужны были вешалки, новая партия, потому что я покупаю одежду и нужны также вешалки, вот. Тоже в Мини-соу 10 штук за 160 рублей, они такого прикольного цвета я выбирала, ой. Далее в H&M я купила вот такие вот серьги, будет фокусироваться, да. Вот они в таком немножко ретро стиле, 400 рублей. Ну, на Тайване вот такие разные сережки бижутерии, они очень быстро чернеют, поэтому я часто покупаю, чтобы всегда оставаться красивой. Так, это я уже показывала, я не примеряла, потому что ну, такое оверсайзное платьишко на то, чтобы дома ходить. Просто я вот дома в такие хожу, покупаю часто в H&M тоже. Мне понравился цвет, мне понравился Микки Маус такой, как бы пейс-палм делающий. И оно с кармашками тоже можно что-то вложить, класть. В общем, прикольно. Далее я купила маме в Юникло бра бесшовный, показывать не буду, такой же, как у меня она хотела. В Юникло они стоят 1600 на рубли, вот эти вот бра. Они полностью без швов, хорошо под любую одежду телесного света я и взяла. И еще я маме взяла вот такой шарп. Я взяла его в JU на рубли 1000 рублей стоит. Он очень мягкий, и мне кажется, просто такой дизайн практически под любую верхнюю одежду подойдет. Я знаю, что в России уже холодно, где-то выпал снег. На Тайване у нас особо нет возможности носить шарфы. Вот. А для мамы любимой я взяла вот такое. Еще не показала. Я взяла себе румяшки новые. Взяла на скидки и по своему купону. То есть у меня купоны были на 800 рублей, на рубли я уже сказала, 400 тайванских долларов. И эта палетка, я вставлю где-нибудь картинку рядом, просто я ее еще не раскрыла. Она вообще стоит где-то полторы тысячи на рубли. Я ее взяла за 600 рублей на рубли. Там были огромные скидки. А срок годности у нее 4 года. То есть там еще 3 года срок годности. В общем, она идеальная, потому что одновременно 6 разных цветов можно использовать. Я их протестила на руке, мне очень они понравились. Особенно вот персиковый мне нужен был. И он с таким свечением очень красивым, поэтому я взяла. И также от этой фирмы я взяла вот такой вот маленький бочонок, кисть для растушевки теней. Она вроде тоже хорошая. Я ее потрогала, пощупала, попыталась растушевать румяшки, которые у меня были на руке. Хорошо работает. Вот. И в общем, вот это вот я 2 продукта взяла. Все. Как бы у меня бесплатно получилось. Все по купонам. Это тоже было на скидке. Она вообще стоит 300 рублей. Я ее взяла за 200. В общем, я человек, который всегда ищет какие-то акции, скидки, сразу редко что-то покупаю. И всегда у меня получается находить выгодные предложения и очень хорошие продукты. Поэтому я очень часто довольна покупками. Спасибо, если вы посмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Там много всего интересного от того, что я не выкладываю на YouTube. Много сториз, постов с моими мыслями глубокими о жизни на Тайване. Если вам нравится такой формат влогов, дайте мне знать. Пишите, что понравилось, что не понравилось, что бы вы хотели увидеть в моих влогах, почему вы вообще на меня подписались. Мне, кстати, очень интересно. И до скорых встреч. Я вас всех люблю. Пока-пока.